Результат определенный есть, движение началось. Дело в том, что по состоянию на начало этой недели у нас было менее 400 договоров заключенных Балакова, при том, что общее количество юридических лиц свыше 7 тысяч. То есть, конечно, это ситуация, которая является одной из самых худших на территории Саратовской области. Можно понять балаковских предпринимателей, которые не желают оплачивать новую коммунальную услугу, но, с другой стороны, закон есть закон, его надо исполнять. Поэтому мы благодарны торгово-промышленной палате, которая предоставила помещение и выступила с такой инициативой, где каждый человек, каждый предприниматель, если он того желает, может получить, заключить договор в момент обращения. Что мешало после первой встречи, которая была в октябре, организовать такой прием? Потому что видели, что проблем было много, в принципе, можно было уже тогда начать решать. От такой офиса мы откликнулись на пожелания предпринимательского сообщества, которые говорили о необходимости присутствия регионального оператора непосредственно на территории Балакова и организовали работу подобного офиса на Тарнавской 8. Соответственно, сейчас специалист Тарнавской ООО 8 сидит здесь и то же самое заключает договоры. Только в помощь прибыли еще два специалиста из Саратова, включая инспектора. Процедура заключения договора является многоступенчатой. Смысл ее заключается в чем? Есть типовая форма, но у предпринимателей есть право определиться, как им удобнее оплачивать новую коммунальную услугу по нормативу или по правилам коммерческого учета. Многие предприниматели выбирают правила коммерческого учета. Они подразумевают, что есть контейнеры, у контейнеров есть вместимость и график вывоза. Но дальше мы столкнулись с каким моментом? Когда мы видим в заявке, что, например, очень крупный торговый центр считает, что он производит один кубометр мусора в месяц, ну, наверное, это неправильно. Соответственно, мы такую заявку отклоняли и с ней начинала работать наша инспекторская группа. Мы отрабатываем эти договоры на предмет соответствия цифр, изложенных в заявке предпринимателя и реальному мусорообразованию. А в других тогда городах не было таких проблем? Ну, понимаете, в чем дело? Значит, если мы говорим о цифрах, да, вот цифры, они объективны. Если посмотреть процент, который у нас имеется по юрлицам в Балаково, да, общее количество и процент заключивших, посмотреть на аналогичные проценты в других городах, да, то Балаковский процент, ну, поменьше. Но я надеюсь, что сейчас мы создали абсолютно все условия для того, чтобы предприниматель, любой предприниматель в день обращения мог заключить данный договор. Потому что с 1 января 2019 года мы будем вынуждены уже применять штрафные санкции к тем, кто не заключил соответствующих договоров.